ПЕСНЯ Сейчас, незаметно простой, когда солнце, матово белым шаром, далеко ушло от полудня, к зданию у кома, на котором еще висели лохмотья старых афиш, собирались люди. Встречались, здоровались, улыбались друг другу. Мужчины и женщины, чаще молодые, чем старые, в серых шинелях, в поношенных черных и синих пальто. Различные улыбки, глаза, движения, и все же во всех было что-то сходное. Словно шли они навстречу далекому утреннему солнцу, который всех их освещало своими лучами. Так начались события семи дней недели. День первый, переходящий во второй. Продолжай, товарищи. Так вот, я и говорю, товарищи, положение очень серьезное. Голод. На повестке дня голод. Если мы не доставим семян, будущему Севу голодать будет и город, и край. А в городе семян нет. Для того, чтобы их доставить, нужна железная дорога. А железная дорога не работает, нет топлива. Топливо находится за 200 верст отсюда, в Нижне-Иланском уезде. У нас всего неделя тропу. За неделю топлива не достанет. Да, очень сложное у нас положение, товарищи. Да, сложное. Но что ты предлагаешь? Я предлагаю проявить реакционную стойкость. Так и будем сидеть, сложа руки. А это не значит проявить революционную стойкость. Жена, 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 ты скоро? Сейчас, кончу дает. Я хочу подумать только, а. Леквизировать мою аптеку. Снять мою красивую вывеску с золотыми буквами. Христорождественская аптека Р.А. Сената. Повесить какой-то деревянный щит. Здравотдел. Коммунальная аптека номер один. С моей глаза не видели, господа товарищи. Ну ты что? Я у Хадриных был. У него брат из Тулы приехал. Так говорит, им скоро конец. И в Крыму какой-то барон объявился. Тише, дай бог, милосердный. Вот я и говорю. Надо вывеску на чердак спрятать. Может еще пригодится. Давай. Осторожно. Осторожно, человек. Пойми, в городе, там хоть что-то конкретное. Слово предоставляется, товарищ Робинник. Пожалуйста. Товарищ Зимон сказал нам правду. Не надо упрекать его за это. Правду создал мне Зимон. Он сказал нам об угрозе. Спасибо ему за это. Только не надо теряться. Не надо теряться и выход мы найдем. Где он? Никакой выход. Ты покихся, говори, кавыч Робейко. Мы тебя все слышим. Совсем плохо, туберкулез. Ничего, не обращайте внимания. Так вот я и говорю. Товарищи, многие видят выход. Но не решаются сказать об этом. Ты прав. Вся загвоздка в топливе. Будет топливо для паровозов, тогда можно будет везти дрова из Нижний Иландского уезда. Будут дрова, пойдут составы за пшеницей. Так, так. Значит, вся загвоздка в топливо. А топливо-то нужно всего-навсего несколько сотен кубов дров. Ты понимаешь, несколько сотен кубов. Да, но ведь в городе дров нет. Ты что же, сады рубить предлагаешь? Нет слов. Обидно вырубать сады. Так. Но одних садов и хватит. Вот то-то и оно. Так хорошо. Ну, а что ты предлагаешь? За городом, у монастыря, в 12 верстах есть лес. А лес это дрова. Будут дрова, пойдут составы в Нижний Иландский за дровами. И тогда можно будет везти зерно. Только не надо терять времени. Надо встать в переди трудящихся, принудить лодыри, буртвозей. Ну, а главное... Главное... Привлечь особый батальон войск ВЧК. Да, и не медлить. Через неделю будут дрова, через месяц будут семена для посева. Товарищи! Привлечь особый батальон войск ВЧК. Это что значит? Оголить город! Голод! Голод временам не простит. Убедить голод наша цель. Надо буры насыпать, тараканы одолели. Посыпь, посыпь как следует. В кухне и в наших комнатах. Может, они тараканы эти к жильцам перебегут. Нет, подумать только. Мало им, что они реквизировали мою аптеку. Так еще две комнаты поотбирали. Господам, товарищам, невмоготу, что мы, как люди, живем. Не перзай ты себя. Им же одно удовольствие нас уплотнять. Слышишь? Митинг опять свой закончили. Слышать этого не могу. А я считаю, что УКОМ со мной согласится. Весь проект, товарищ Аратвейко, я считаю несостоятельным. Товарищи, нам же распутиться помешает выгрести дрова к железной дороге. У нас, наконец, не хватит пил, топоров. Подвод нету. Я тоже возражаю. Заготовлять дрова в монастырском лесу силой войск батальона ВЧК. Это что значит? Это значит, увезти батальон за 12 верст от города. Аратвейко, тебе неизвестно, Рабейко, что величи после разгрома сбежались по всему краю и на куланских хуторах и атаманских заимках переждали зиму. Возьмут, белобандиты, город. Перебьют коммунистов, и на несколько месяцев отрежут края центра. Майми же ты, Караулов! Что ты глажишь, Рабейко? То, что я говорю, это не шутки. Спросил Клименов. Он как в ЧК хорошо это знает. Майми же ты, Караулов, что мы в тупике. Найти выход из тупика, вот наша задача. А для нас сейчас семена все. Ты понимаешь, семена для нас все, жизнь. Я все взвесил. Иного выхода нет. Я военком бригады, я возражаю. Я отвечаю за город. Подожди. Товарищ Караулов, ты военком, мы тоже отвечаем за город. Думаю, я сейчас в нашем раздольном крае под этим тихим холодом ночи. В полях ждает сева. Мужики толкуют о погоде, об урожае. Потом вспоминают, что нет семян, что пусто в амбарах. И расходятся молча. И ждут помощи, обещанной городом, обещанной большевикам. Трудно выполнить проект Робейко. Но иного выхода нет. И я поддерживаю проект. Я тоже считаю это решение разумным. Как вы считаете, товарищи? И я поддерживаю. Ты только пойми, отборку. По ситуации, давайте, давайте. Давай. Давай. Господи, радость-то какая. Думал, больше не увижу вас. Входите, входите, гость дорогой. Наших товарищей дома нет. Все митингуют. Рад видеть вас, господин штаб. Борис. Борис Павлович Рипин. Воинспец. Выслужил в списке два года Красной Армии. Очень рад. Мать. Мать. Радость-то какая. Борис Павлович Рипин. Воинспец. Понятно. Барышня. 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 Сейчас бы уснуть беззаботно. Да нельзя. В этом городе не только я не с вами. Еще кое-кто не с вами. Добрый вечер. Доброе утро. Почему утро? Смотри, цветает уже. Верно, верно. Как быстро ночь минула. Просилась спать. Отказ. Разве ты дежурный сегодня? Да я. Ты же вчера был дежурный. Ну, вчера за себя, сегодня за заболевшего Лепина. Значит, двое суток не спишь? Ну, приходится оправдывать репутацию. Следователь горных двужильный. Дел много. Ну, что ты мнешься? Ну, говори, ну, говори. Ну, что в укоме, решили? Ну, принят проект Рабика. А Краулов возражал? Возражал. А ты все, как всегда, знаешь. Ну, такое я не имею права просто не знать. А ведь прав Краулов. Ну, нельзя город оголять. А я тоже голосовал бы за проект Рабика. Слушай, что же получается? Вот мы все понимаем, что город оголять нельзя. А иначе поступить не можем. В том-то и дело, что не можем. На поездке дня голод. И за это мы должны уважать нашего дорогого Рабика. Посмотри документы, смотри. Слушай-ка, я, пожалуй, тут посплю. Ну, чего идти домой на дочь, савв. А, ну, давай, ложись. Понял? Между прочим, тебе абсолютно никто не звонил. Ты же спать ходил. Спей. Ох, брат. Рабейка прав. Сады и леса вырастут. Голод нам никто не простит. Здравствуйте. 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 Вот и я. А ну, пожалуйста. Да, мне же с документами идти надо. Я совсем забыл. Здравствуй. Здравствуй. Ты чего не дала телеграмму? А зачем? Я бы тебя встретил. Ты без телеграмм встречаешь меня. Тебе долго пришлось добираться с вокзала? Мостовое разъездно. Совсем недолго. Литература. Такой же ты догадливый, а? Тебя куда отвезти? На квартиру? Нет, нет, что ты. Я сразу в политоотдел. Да что ты. В политоотделе еще никого нет. Сторож спит в непропутном сну. А я его разбужу. Ну, как знаешь. Твое дело приказывать, мое выполнять. Вот и прекрасно. Бери литературу и пошли. Вот я же говорю, что рано. Вон, даже дым стоит. Недавно кончили. Ничего, ничего. Я пока поработаю до прихода товарищей. Ну, до свидания, заведующий пульпросвет отделом. До свидания, Кремль. Спасибо, что помог. Рад стараться. Когда теперь поговорим? Право не знаю. Все эти дни перед твоим приездом, я думал. Встречались мы с тобой давно, знакомый по партийной работе. А вот так вот, посидеть спокойно, поговорить по душам, не удавалось ни разу. Все в попыхах, на ходу, урывками. Потом ты сапняком заразелась. Шесть недель в госпитале пролежала. Опять тебя не видела. Потом из госпиталя вернулась. А я все борьбой. Стифа, бандитами, бандитизмом. Ты знаешь, я даже не помню, когда мы с тобой перешли на ты. А я помню. Мы возвращались с тобой после заседания. Спорили о текущей работе. И перешли. Ну, будь здоров. Аня. До свидания, Пайми. Почаще ты уезжал. Почаще? Ну да. Вот в прошлый раз, когда тебя провожал в Москву, на вокзале, мы с тобой поцеловались. Прошу, прошу вас сюда. Вот сюда. Самовар уже на столе. А все остальное? На столе стоит. Хорошо. Сейчас мы с вами неплохо позавтракаем. Господин штаброт, мистер. О, виноват оговорился. Не оговоритесь так наледив, товарищ сенаток. Ну, что вы, что вы, я понимаю. Надеюсь, вы на нас не в обиде, Борис Павлович, что вам предоставили только одну комнату. Две комнаты ведь у нас совсем отобрали. Нарабрас, комбет, всебобуч. Слова-то какие. И слушать, и произносить тоже. По одному ордеру вселился к нам товарищ Робейко. Пришлось ему все... Все мебель-то оставить. Да, да. Потому что он же начглав зав. Шишка. А по другому ордеру следилась их солдатская учительница. Грачева. Так уж мы оттуда всю мебель выставили. Оставили ей одну железную кровать и тую. Туя, да. Дерево. Вкатка, в которой туя посажена, застревает в дверях. Но никак не могла вытащить. Да, сами понимаете, мы же ту комнату не топим, а туя от мороза вянет. Можно? Вы не могли бы дать мне немного горячей воды? У нас сегодня в казарме не было кипятка. Товарищ Грачева, вы же красноармейская учительница. А чего вы учите своих красноармейцев? Грабежу. А сами просите у нас, у буржуев. Зачем же просить? Грабьте нас, грабьте. Одну минуточку. Товарищ Грачев. Рафаил Антонович, послушайте. Разрешите? К сожалению, воздух и вода не являются предметами частной собственности. Кстати, познакомьтесь. Военспец Средин. Грачева. Очень приятно. Мне очень приятно познакомиться с вами, товарищ Грачева. Спасибо. Как вы неосторожны. 通ria. Как вы неосторожны. Постранство. На самом начале 40 лет. Постранство. 你要 остро домой. Чистин. Чистин. У нас грош пронеси-ка на пепельниче. Я списал. Печь хоть что-то не зажигеться. Надо бы товарища Мартынова к чаю позвать. А его нет дома, не приходил еще. Это я знаю. А чего жалеть-то? Чужой человек по ордеру вселился. Комнату у нас отобрал. Хорошо, что вселился. Да ты что, в своем уме что ты говоришь-то? А если бы ордерок на комнату получил не товарищ Мартынов, а начальник политотдела Головлев, чтоб ты тогда сказала? Ведь этот Головлев грубый и непонятный человек. на днях в Москву в командировку уезжал. Я ему хотел пальто подать. А он у меня из рук пальто вырвал и говорит, зачем вы это, товарищ Матусенко? Вы же коммунист. Зачем же вам быть лакеем? А ты ему что на это? А я? Улыбнулся. Он ведь начальник. что это такое? Я воспитанный, грамотный человек, чиновник царской армии, должен подчиняться какому-то неотесанному Головлеву. И не говори, республика у них называется рабоче-крестьянская, а Головлев рабочий вот и командует нами. А поселился бы у нас в доме, и тобой бы командовать стал. Твоя правда. А Мартынов человек интеллигентный. Я говорил тебе, кто его папаша был. А ты знаешь, он даже миловидный собой. И не кричит никогда. А когда нужно приказать, даже краснеет. И все на идейные темы разговаривает. А я его спрашиваю. Скажите, товарищ Мартынов, почему люди верят в Бога? Или что такое империализм? Или когда будет всемирная коммунистическая революция? А он отвечает, А он разъясняет, говорит. А сам, наверное, думает, любознательный этот Матусенко. Ох, и голова у тебя, Ирстегнеюшка. Недаром я за тебя замуж вышла. Да. А так как Головлёв в командировке, кто его замещает? Мартынов. А ведь такое, что да значит. Сссс. Кажется, пришёл. Чай-то, забади его пить. Не торопись. Деликатно. Никого. Что это ты сегодня беспокойный, Евстегнеюшка? Ничего. 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 Ха-ха. Ха-ха. Простите, меня просил Зайти товарищ Горных? Ну, вас просил-то. Садись и ждите. А что скажете, Горных нет? Да нет, вот сижу, жду. Нет еще. Черт. Горных! Его еще нет. Как это нет? Конечно, я бы только что разговаривал. Горных! Ну, что ж, ребята, не поминайте лихом. Ваша взяла. Вывезем в монастырский лес. Только и вы должны понять меня, старика. Ведь войск-то в городе остается всего ничего. Так, Орлов, не должен сердиться на меня за то, что я выступал против твоего решения. Я оставил свое. Это не риск. Это расчет, но очень дорогой ценой. Да, но ты ж понимаешь. Ну, а что стоит за этой неделей, ты знаешь сам. Ну, до встречи. Еще поговорим. Мы этот бой за хлеб должны выиграть во что бы то ни стало. Ты очень плохо вредуешь. Ничего. Мы сейчас с тобой отлично поработаем. Добрый вечер, Владимир Сергеевич. Проходите, проходите, пожалуйста. Вы сегодня как поздно. Проходите, проходите. Добрый вечер, Владимир Сергеевич. Добрый вечер. Прошу, похвольничая. Сегодня на службе паек выдавали, так я и ваш захватил. Зачем же вы беспокоитесь, товарищ Митурсенко? Мне неловко, я сам завтра взял бы. Как же это беспокойство? Свой брал и ваш захватил. Благодарю вас. Но, пожалуйста, впредь не делайте этого. Мне очень неловко. Слушаюсь и очень сожалею. Жена осведомляется, не угодно ли с нами чайку попить. Спасибо. Я только что в столовке пил чай. Груша! Владимир Сергеевич от чая отказывается. Что это вы, Владимир Сергеевич? Вы обижаете нас. Да какая же тут обида. Я чай уже пил. И, кроме того, мне нужно идти работать. Да я же хотела чайком-то угостить. С белым хлебцем, с метком, с молочком, с маслицем. Жена в прадмарье служит, Владимир Сергеевич. Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Так я ловлю вас на славе, Владимир Сергеевич. Пойдем, Грушенька. Пойдем. Не будем мешать. Пойдем. Что вы, что вы? Зачем же я пойду к себе? Ну, что-то никак нельзя. То есть, как? Ну, вы человек молодой. Дома редко бываете. Мы вам уютик хотим создать. Ремонтик небольшой. За пол, потолок. Завтра высохнет, все будет готово. Да, но... А мы вам постельку-то вот тут приспособили. Ложитесь, отдыхайте мы. Да, ну зачем же вам так себя утруждать? Какие же это вот были владельцы. Что вы, мы вас как родного полюбили. Да уж. А что я действительно как родного сына его люблю. Мам. 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 Не скромничайте, Володя. Вы прекрасный камеобежност. С вами очень приятно кататься. И вам тоже. Я рада. Хорошо, сейчас доложу, господин Мартынов. Я с вами познакомиться, молодой человек. Я много хорошего слышала о ваших родителях. Как жаль, что кончаются гимназические каникулы. Вы тоже жалеете? Я этому рада. Передай привет ее родителям при случае. Мне Надя понравилась. Очень милая девушка. Ты, кажется, влюбленный? К чему ты покрасил? В этом нет ничего дурного. А вы, оказывается, не только конькобежец, но и поэт. Надя мне рассказывала, что вы пишете стихи. Что ж, это очень мило. Я много хорошего слышала о семье Ростовцевых. Надяной матери и отце, он, кажется, полковник. А брат ее тоже военный. Порочек. Очень милая семейство. Я не возражаю, что ты часто бываешь у них. Как хорошо, что ты часто бываешь у нас. И сегодня елка. Много гостей, никто не догадывается, как нам хорошо с тобой. Правда? Если весной даст Бог, мы закончим гимназию и поедем учиться в Петербург, все равно на Ростовство будем приезжать сюда, на елку. Хорошо? Нет, нет, не уходи. Еще рано, очень рано. Рано, очень рано делать какие-то выводы. Революция чревата всякими последствиями. Я и папа умоляем тебя, будь благоразумен, не делай никаких необдуманных поступков. Почему ты молчишь? Почему ты молчишь? Ты не согласен со мной? А я боюсь этой стихии. Мне страшно за тебя, за себя, за всех нас, за нашу любовь. Уйди от этих людей. Отойди, пока не поздно. Пока не поздно. Пока не поздно. Подумайся, Володя. Мы уезжаем. Мы бежим с папой. Он не может оставаться здесь и ждать, когда советы отберут у него все. Отнимут. Твои одноклассники Павлик, Игорь, Сева давно уже уехали с своими родителями в Сибирь. С кем ты останешься здесь? С большевиками? Ты всегда будешь им чужд. И всегда одинок. Я не в силах оставить тебя. Едем. Умоляю. Нет. Окончательно. О, Боже. Окончательно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Товарищи коммунисты, перед нами стоит задача привезти семена для посева. Для того, чтобы привезти семена, нужно топливо. А для того, чтобы добыть топливо, нужны руки. Надо произвести обыски, облавы на всех тех, кто без ущерба для жизни города, может быть взят и использован для заготовки дров. Кстати, очистим город от контроляционеров. Завтра в 6 утра начнется субботник. И к вечеру мы будем иметь первые дрова. И к вечеру пойдет первый паровоз в центру за семенами. За будущим урожаем! Мне по секрету рассказали, что тревога была из-за бандитов. У бандитов пулеметы. Нет, вообще-то не бандиты, нечего болтать зря. Я думаю, что я вас не напугаю, конечно, этим. Ну, сколько нервит, бандиты. Да вы-то, может, не боитесь, но все-таки зачем трепаться. А если боимся, то лучше уж молчать. Я думаю, нам надо сделать так. Вот смотрите, здесь нам дан район от церкви до школы. Лучше, если мы начнем вот с этого, углового дома. Вот это? Да-да-да. Мы с товарищем Мартыном войдем с парадного хода, а вы со двора через черную лестницу. Зачем же? Ну, как зачем? Чтобы отрезать отступление, если кто-нибудь вздумает смыться. Вот что же, выходит, что вы отсюда пойдете вдвоем, а я один со двора. Ну, если ты такой храбрый, в следующий дом ты войдешь с парадного. Да нет, я-то пойду. Товарищ Стальмахов, я в этот дом не пойду. Почему? Прошу вас, пойдите без меня. Здесь, в этом доме живут мои знакомые. Неудобно мне, извините, конечно. Да-да, я забыл, ведь вы из здешних. Вы хотите сказать, что я из буржуазной семьи, и что мои родственники бежали с Колчаком? Но я же порвал с ними всякую связь, и вы это прекрасно знаете. Зачем же? В этом доме живут... Дусть я пока ничего не сказал. Это ты должен сказать. Ты, Мартын, не отставай. Привет. Здравствуй, товарищ Андрей. Привет, Сэмбак. Слушай, а это не Мартынов? Он. А что? Да так. Предъявите документ. Вот, выдано в том, что я служу в военкомате. Пожалуйста. Ваши документы. Владимир Сергеевич, ну что же, никого не узнаете? Андрюш, Андрюш, ты посмотри, это же Владимир Сергеевич. Вы имеете какие-нибудь сведения от ваших родителей? Из себя. Нет, не имею. Кончайте скорее, товарищ Мартынов. Мы уже уходим. Угу. Надя. Этот коммунист, который здесь был, ваш знакомый? Да, с хорошей семьи, часто бывал у нас раньше. Но теперь, конечно... Самонадеянным и дерзким мальчишкой был он всегда. И, конечно, связался с большевиками. Ведь хватило нахальства явиться. Да. Он, кажется, неравнодушен был к Наде. Надежда! Андрюша! Надежда! Андрюша, Андрюш, я прошу тебя, ставь ее в покое. Сейчас умоляю тебя. Господи, Господи, Великий, Всемогущий, покарай меня, если я грешна. Но я люблю его. Я не понимаю той странной силы, которая колдовала его. Я люблю его, как прежде. Нет, сильнее прежнего. Я не могу ступить на тот путь, по которому он ушел. Но все равно я буду любить его. Покарай меня, грешна. Но сохрани ему жизнь. Сохрани. Ведь ты, Великий, Всемогущий, господи. Я думаю, Андрей Сергеевич, что Надежде Андреевне следует уехать. Уехать немедленно. Лучше всего сегодня к вечеру. Я не поеду, не поеду, не поеду. Надюша, успокойся. Успокойся. Пойдем, девочка. Пойдем. Вот все и кончилось. Не могу, не могу. Эти ночные истоки, эти люди, которые внезапно приходят, а потом исчезают. Не могу. Чш, Надюша, Надюша. Успокойся. Пойдем, девочка. Пойдем. Пойдем. Чести мое. Боже, как вы неосторожны. Думаешь, Ваня, не понравился мне этот военспец сразу. Ну, что я мог поделать? Документы у него в порядке. Отметка коменданта города есть. Репин его фамилия военспеца. Репин. Репин. В том-то и дело, что много сейчас живет в городе бумаги в порядке. Отметка коменданта есть. В советских учреждениях работают. А ждут. Ну, это ты мне одного из моей тройки напомнил. Все бандитами пугал. Ворвались, мол, с пулеметами. Ничего пугал. Не ворвались, конечно. Готовился. Слушай, а как ты относишься к Мартынову? Что это за человек, а? Ну, что ж, Мартынов человек как человек. Из бывших он. Нехорошо ты про положение в городе говоришь. Да это ты и сам знаешь. А к Мартынову приглядись. Возьми его в работу. Нам сейчас каждый человек позаре сможет. Возьми его в городе. Ну, что ж. Не приходи еще. Ступай. Пошел. Сутки у нас, по крайней мере, спокойно проведете. Мы окружили товарища Мартынова настоящей заботой. Так что он вообще перестал бывать дома. Я попрошу вас разбудить меня в шесть часов утра. Слушай. День третий, субботник. Товарищи, у нас сегодня замечательный день. Даешь топливо! Я пойду вам сейчас наверху постелю. Не надо. Я вот здесь посижу. Здесь теплее. А хозяев нет дома. Они за город уехали. Замок даже повесили. А без них даже как-то свободнее. Ну, и что же? Вы почувствовали себя свободной? Я раньше учила детей в сельской школе. А тут меня вдруг послали преподавать арифметику красноармейцам. Ну, и что? А я боялась новых учеников. Спрашивать боялась. Только и ждала конца урока. Ну, а теперь? Теперь. Теперь ничего. Привыкла. Знаете, они меня даже как-то расстроили. Зимой это было. Холодно. А я несла мешок с пайком. И вдруг подходят ко мне два красноармейца. Ученики мои. И предлагают помочь мне. А я, конечно, как всегда испугалась. Потом растерялась. И один такой голубоглазый великан тоже растерялся. А потом взял этот мешок и понес. А вы довольны, что пошли с нами на субботник? Очень. А когда шли на субботник, ведь тоже боялись? Вы не смейтесь надо мной. Я раньше всего боялась. И революции боялась. И потом поняла, что это... Что это Христос спустился на землю и стал покровительствовать коммунистам, которые борются за счастье людей. А нашему сегодняшнему субботнику Христос тоже покровительствует. Пожалуйста, не надо шутить. Ведь субботник это новый шаг в моей жизни. Я не шучу. Я не шучу, я просто радуюсь. Я радуюсь тому, что все сегодня в каком-то приподнятом настроении. Да. Что? Ничего, ничего. Идите. А вы? Я общежусь здесь и потом приду. Да? Приду, приду. Идите. Ну ладно. Нету куба. Есть. Нет. А я говорю, есть куб. А я говорю, нету куба. Есть. Нету куба. Есть. Есть. А какой куб, что ты? Нету куб, мы сложили. Нет. Сложили? Нет. Что? Диман, Диман, иди сюда. Ну, ты радуешься, кладнокровный товарищ. Я радуюсь. Я радуюсь тому, что хозяйственные перспективы нашего края великолепны. Вот мы сейчас тут хлопочем из-за нескольких десятков кубов дров, которые, между прочим, не знаю, будут ли гореть. Да-да, потому что они сырые. Но я ни на минуту не забываю о том, что вот здесь, вот в этой вот самой земле стоятся колоссальные богатства топливные, энергии. Эх, братцы, нам бы закончить с семенами, а там бы мы начали разработку торфа. А я люблю, когда со всех концов города собираются товарищи наши, коммунисты. Люблю смотреть на лица людей. Вот в глаза людям люблю смотреть. Вы знаете, товарищ, они ведь не молчат. Они говорят человеческие лица, человечьи глаза. Вот посмотрите вокруг себя. Собрались люди. У одних растеряно напряжённые выражения лица, у других спокойно уверенные лица, встречи взволнованные. Ну, а тут прямо мужество горит на лице. Семкова, маменька, покурите. Ага, хорошо. Покурименька, вот. И расскажи, что ты хорошего в Москве ведёшь. Хорошо, проведёшь. Да, товарищ, ещё опять. Я сегодня раз пять уже рассказывала. Не могу я больше. Шестой расскажи. Нет, нет, нет. Что, у тебя трудно? Вот в субботу на партийном собрании буду доклад делать. Нет, нет. Доклад докладом. Доклад докладом. А сейчас нам расскажи впечатление твоё. Немножко, быстренько. Впечатление? Да. А мне у нас больше нравится. Ведь мы живём как на фронте. Фронт борьбы проходит у нас. В нашем тихом городе фронт? Да, да. Ну, организатор городского района, как дела? 19 кубов выдали. Ладно, как в других районах. Красноармейцам в монастырском саду за смену 34 куба поставили. Молодцы, молодцы. Ну, молодцы. Виноваты, забыл похвалить. С ними наши пленённые буржуазии работают. И субботник поможет сильно. Если так пойдёт, скоро пустим эшелоны. 34 куба. 34 куба. Четвёртая бригада. А ну, кончай перекур. Быстро на работу. Простите. О, идём. А чего ж, конечно. Пойдём догонять пленённую буржуазию. Тальмахов. Да. Не только хороший принёс о тебе новости. Послал чекиста одного в степи с важным поручением. А его бандиты убили. И не могу простить тебе, зачем посылал. Молодой он был очень. Суриков. Он. Живьём в землю закопали. Серёжа. Вместе жили. Да. У меня в кармане записка лежит. Он её написал тогда перед отбытием туда в синий степень. Дорогой товарищ Стальмахов. Если мне не суждено остаться в жилых, скажи матери, что уехал я в длительную командировку на несколько лет. Это будет моя последняя просьба. Живи, работай хорошо, Сергей Суриков. Значит, верно, Горных говорит. Всё связано, что происходит в городе. Вот ещё одна облика. Откровенно скажу тебе. Не знай, чего от меня хочет Горных. Все предварительные зависящие от меня меры приняты. Ряд коммунистической роты усилен. Но держать роту под ружьём несколько дней не меняет никаких оснований. Караулов дал знать батальон в Монастырском лесу, чтобы быть настороже. А то, что говорит Горных, это всё догадки, предчувствия. Климен, Климен. Да нет, я знаю. Знаю, что-то происходит в городе. Серёжа. У мать старушка осталась. Слушай, Климен, я буду проситься в укоме против бандитов. Ту сволочь, которая убила, я с неё шкуру стеру. Дело наше тяжёлое дело. Буржуазии изображают нас людоедами. Скажу тебе прямо, каждый расстрел даётся мне нелегко. Но если требует борьба за наше дело, за коммунизм, значит, совершай. Не отводи глаз от того, что делаешь. Твёрдой рукой делай. Нелегко даётся, конечно. Живым в землю. Революция застала меня на мостовой, в холоде-голоде. Она принесла мне избавление. Она принесла мне избавление. Но не только избавление. Но и возможность всей ненавистью, которую скопил за прошлую жизнь, ошпарить тех сытых буржуев, купцов, царское офицерство. Не остановка и новой. Нет у нас пути, в руках у нас винтовка. И все, кто приступал на белые отряды, кто паровозы расставлял, и я на барихады, паровоз вперёд вези. И, знаешь, в минуту крайней усталости мне меречится что-то радостное, далёкое. Может, не мне, так завтрашним людям. Коммунизм. Товарищ Клюмин, обоз топливом подготовлен. Можем двигать в сторону железной дороги. Пошли. День четвёртый. Тревога. Что? Не в жизнь не поверю. Да ну! Отнимал? Да. Как полагается, в городе 4 часа, чёртый басмена дождался. А как там, в порядке? Да, всё в порядке. Тихо. Получина и спокойствие. Ну, садиськи, тут куполный цех. Так вот, я тебе говорю, ни в жизнь не поверю, чтоб человек от лягушки или от рыбы произошёл. От обезьяны я согласен. Согласен. Да чтоб от рыбы или от лягушки или от лягушки а маска одна. Ну, зачем же от рыбы, товарищ? Не от рыбы вовсе. Ну, от созданий таких просто очень устроенных. И не сразу это произошло, а постепенно, за тысячи лет. Вот Дарвин как раз вот об этом как раз и говорит. Нет, ну, ему всё равно не в жизни поверю. Ну, поглядя, поглядя. Товарищ, а вы не сын ли Сергея Захаровича будете? Мартынова. Я. Так неужто меня не узнаёте? Я ведь на кожевиных заводах вашего батюшки работал. Что ж, Андреева не помните? Андреев? Ну, да. Меня в слободке с химиком звали. Товарищ Андреев. Он самый. Простите, пожалуйста. Я как вошёл в караулку, смотрю, знакомое лицо, но он никак не мог вспомнить. Вы извините. Вы изменились. Он постарел, конечно. Да нет, не постарели. Я не это хотел сказать, а вы посидели и морщины. Девять лет прошло. Да как-то внезапно тогда исчезли. Эх. Вы меня простите, товарищ Мартынов, но в детстве ты жулик был ваш папаша. Ловкий жулик. Меня это слободки химиком звали. Я простым рабочим был, но нашёл выгодный способ кожу дубить. Ну, глуп был. Патентное изобретение не взял. Папаша ваш его даром применял, а мне за это трёшницу, пожалуй. Ну, много всяких других изобретений не изобрёл, но на что глуп был, стал кое-что понимать. Так, мол, и так, говорю, господин Мартынов, на свои изобретения желаю взять патент. Вы у меня их купите, а я учиться начну. Скуп был ваш папаша. Начал он меня ругать, а я не выдашу, когда меня ругают. Ну, слово за слово, круто поговорили. Он меня и прогнал. И давал я сильно тогда. Потом поехал в Иваново-Воснесенск, с ребятами хорошими познакомился. Уму-разуму они меня и научили. Ну, правду стали давать, что читал. Помню. Старом больше не бывать. Сергей Захарович, может, в Японию, а может, в Америку забежал. На заводе я хозяин. А вы разве там же работаете? Предзавкома. Два месяца уже. Угу. Ну, а... А что же с химией вашей? Эх, женился я. Политикой занялся, а тут не до химии. Сердце болит. Нельзя рабочим делом не заниматься. Ежели мы глядеть в оба не будем буржуазеть, нас живьём заглотит. Так что с химией моей пока конец. Жалко. А я ведь, товарищ Мартынов, слышал, что вы в партии состоите. Ехал сюда, думаю, приеду, вышибу из партии буржуйского сынка. Ну, правки навёл. Говорят, свой. Честный коммунист. Я, товарищ Андреев, со своими с начала революции разошёлся. Всякую связь порвал. Правильно сделаю. Ну, вы давайте спите. Спите, товарищ Мартынов. Вижу, сморила вас. Да и мне скорбь смену поставить. Ложись. Огневался? Полагается. Ну, там тихо, в порядке? Всё в порядке. Посадите в кипятку полный чайник. Слышишь? Мне в жизни поверил. Садись, садись. Ну, гляди. Вот. Начинаем отсюда. Видишь? Вот. Что, слава? Ты чем-то расстроен? Да, зачем? Слушай, о нём... Ты не спрашивай. Не обращай внимания. Ты знаешь, у меня вот такое чувство, что над нами что-то нависло. Это не причуствие. А вот горных. Один очень чуткий и умный парень всю эту неделю твердит, что в городе и в крае есть какой-то один нераскрытый заговор. Ты знаешь, я правда опасаюсь. Ой, заработался ты, Климен. Не устал. Тебе проветриться нужно. Слушай меня. Вот кончится вся эта заготовка топлива, поезжай-ка в Москву. Вернёшься и с новыми силами заработай. Я по себе сужу. Провела я в Москве около двух месяцев, а была на двух съездах, разговаривала. Продолжение следует... Махорочку покупай! Покупай махорочку! Пить кисельные, довоенные... Покупай, набегай! Покупай, набегай! Мохорку! Мохорочку. Покупай мохорку! Покупай мохорку. Спички зерной, довоенной покупайте. Простой. Покупай мохорку! Покупайте! Сколько же? Да да ну тебя! Покупайте! Покупай! Давай! Горных, ты? Я! Что здесь делаешь, а? Тихо! А ты что тут делаешь, а? Ходишь, наблюдаешь? Там всем есть на что здесь посмотреть. Скверно, что ты мне заприметил. Аль плохо загримировался, а? Слушай, припись мы, кстати, найдёшь Климина и передай ему. Ишь ты, ты что захотел? А ты думаешь, что же они мне за даром достанут? А ты тоже нашёл кого-то дурака. Посвешите, посвешите, посвешите. Посвешите, посвешите. Покупайте спички, макорочку. Передать-то. И что тебе так загорело? Завтра он будет ЧК обязательно? Там же ты собирал. Слушай меня, Стальмахов, и выполняй. Боюсь, что завтра будет поздно. Бандиты не сегодня-завтра борются в город. Это почти уже наверняка. Какие у тебя данные? Данные есть и их нету. О, Махорку! Покупай, Махорку! О, трава! 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 Покупай давай! Недорого! Ну давай! Трёшку! Вот молодец! Кури на здоровье! Молодец! Ну-ну-ну! Данные есть и их нету. Фургонов, телег, кулацких на базаре много. А в фургоне хоть пулемёт склеишь. Эй! По чё, шапоги продаёшь? Эй! Нет! Я их только на хлеб меняю. Ешь хлебушек? На хлеб меняю. Самосаду нету. Самосаду. Сам ищу. Ну иди пойди. Ну, малыш, и начинай. Где мы теперь? А я здесь, за забором. О! О! Проходи! Проходи! На ногу круто! Иди, иди! Проваливай! Проваливай! Иди отсюда! Иди отсюда! Иди отсюда! Здесь... Давай, иди! Давай, старушка! Ставь! Давай, пойдём! Здесь ждут нашего конца. И сегодня бабы торговки с такой уверенностью говорят, что именно сегодня, а не завтра, антихристовым слугам, то есть нам стало быть, будет конец. Да ну не смеши меня. Тебе смешно, что кормив прислушиваться к бабьям брехне. А я знаю, что чекисту не мешает иногда прислушиваться. Всегда можно ловить, если за этой долей истинно. Да ну, или просто так душу отводим. То гвардейцам нужно сорвать посевную кампанию. Сегодня у них самый подходящий момент. Так что, Стальмахов, все мы их сегодня к бою! 이쪽 у향 не получается... Важно не п seamless! Ну как вы майτι не п intertwine! Да ну давай, поднимайте! Что? Валер gak vu!!! Валер мі The Wait a год! Отойдите! Отойдите! Пятый день недели. С Богом, господя! С Богом, господи! Сюда! Сюда! Вот он! Вот он! Взять! А, товарищ Робейка, теперь-то я с вами поговорю. Реквизировали мою аптеку, я молчал. Обыскивая, реалистовывали, я тоже молчал. Насильно вселился в мою квартиру и не платишь за комнату, я тоже молчал. А теперь все. Все, конец вам! Всех вас постреляют. И я вывеску вашу паршивую сниму с моей аптеки. Слышишь ты, каторжник с моей аптеки? Я был буржуем и останусь им. А ты, как был шпаной голопузой, так и останешься ею. Ну, что ж ты молчишь? Что ж ты молчишь, товарищ Робейка? Поговори, ведь ты же такой знаменитый оратор. Поговори в последний раз. Смотри, какие люди собрались вас служать. Молчишь? Молчишь? Товарищ Робейк, товарищ Робейк, товарищ Робейк, он же добра всем хочет. Ну-ка, солдатская! Ну, хватит их обедей. Тащите его, ребята, на двор и расшивьте его. На строе сделаем все, что сможем. Я в ЧК соберу ребят. Горных! На станцию. Поднимай жизнь, дорожник. Семкова, беги в Камрот. Там оружие. Главное, чтобы на врагу не досталось. Скорее. Семкова, беги в Камрот. Семкова, беги в Камрот. Главное, беги в Камрот. Главное, беги в Камрот. Главное, беги в Камрот. Семкин. бывший жених. Вот мы свидели с вами, товарищ Мартын. Минуточку. Как офицер и друг вашего отца я могу протянуть вам руку помощи. Вы можете искупить свою вину. Сообщить точное месторасположение всех товарищей. Я жду немедленного ответа. Далеко не водить. Там стеночка хорошая есть. Ну-ну-ну. Беги, Андреев! Господи, где же ты? День шестой. Страшный день. Смерть полковника Ростовцева неусполнимая потеря. Но, господа, два дня идут бои и мы не можем уничтожить какую-то кучку мятежников, окопавшиеся на вокзале. Так дело не делается, господа. Докладывай комбат. Все выполняется, товарищ Карулов. Три группы красноролейцев широким фронтом охватывают местность и идут к городу. Как идут? Хорошо идут. Так, чтобы лисы, зайцы и полевые мыши ничего не слыхали. Дозоры выслали? И дозоры, иконная разведка тоже выслали. Добро. Данилова. Здрасте. Данилов! 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 Данилов, слушайся. Разъяснил красноармейцам, на кого мы идем, зачем и какие напутствия сделали. Напутствия? Да. Краткое и сильное. Сказал ему о бандитах, наемник Хантанты, которые захватили город, чтобы сорвать посевную. И такую характеристику этой белой контре выдал. Хорошо, что сестра Милосердия была поводой, стояла. Потом разъяснил про Октябрьскую революцию, про то, что она нашим трудовому крестьянству дает. А этот конец такое зажигательное слово добавил, что все мои красноармейцы на полном воодушевлении вперед рванулись. Ну, как приказал, тихо и бесшумно. Ставь, Милосердия! Товарищи! Так, давай! Товарищи! Товарищи! На крайне города собралась большая шайка. Нашто собирается уходить из города. Товарищи, дайте им роту, пойдем в штыки и сразу их кончить. Считаешь, что надо дать им возможность выйти из города, дождаться на удобных позициях с охватом флангов, чтобы не дать разбежаться? Так, так. Скорее, товарищи! Скорее! Товарища, товарища Робейкоу убили. Аня, Аня Семкова, Аня Семкова, милостая. Семкова, Робейко, такого человека убили. Робейко, Продолжение следует... 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 Седьмой день. День Победы. Товарищ Матусенко? Товарищ Матусенко? Ой, хоть мы все живы, вас-то хоть не убили. Аня Сынкова убита. Мартынов убит. Что нам делать? Ну, да. Осиротел. Совсем осиротел. А вы что, к нам в партию записаться пришли? Нет, у меня караулы уделают. Ну, пойдем. Товарищи, для ведения собрания прошу избрать председателя. Какие будут предложения? Климина! Убит. К Тимкову! Убита. Стальмахова! Убит. Робейко! Убит. Я предлагаю товарища Караулова. Товарищи, я предлагаю горных. Товарищи, есть предложение избрать председателем товарища Горных. Кто за? Единогласно. Товарищ Горных, займи председательское место. Товарищи мои, вот мы собрались впервые после подавления мятежа. Опасность была огромна. Главарь кулацкой банды пойман и опознан. Но это еще не все, потому что многие бандиты разбежались. А это значит, борьба продолжается. В этой борьбе мы потеряли достойнейших людей нашей партии. Климина, Стальмахова, Робейко, Семкову, Мартынова. Я прошу вас почтить память убитых вставания. Теперь без наших товарищей нам будет труднее. Но работу убитых примут наши плечи. И все-таки мы победили. Потому что железная дорога получила топливо. Это значит, будут семена. Это значит, будет посевная компания. Будет хлеб. Климина, Стальмахова, Робейко, 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 Робейко. Климина, Стальмахова, Робейко, Робейко. Климина, Стальмахова, Робейко, Робейко. Климина, Стальмахова, Робейко, Робейко, Робейко. Климина, Стальмахова, Робейко, Робейко, Робейко. Климина, Стальмахова, Робейко, Робейко, Робейко. Климина, Стальмахова, Робейко. Климина, Стальмахова, Робейко. КОНЕЦ